Тем, кто перенес ковид, зачастую требуется реабилитация. С начала года в республиканском физдиспансере ее прошли 70 человек. С учетом роста количества больных новой коронавирусной инфекции становится понятно. Темпы нужно наращивать. Как отмечают медики, во время прямой линии в общественной приемной главы КОМИ болезнь оставляет свой след не только в легких, но и в других органах. От сердца до мозга и даже нервной системы. А каждому четвертому переболевшему нужна еще и психологическая помощь. Новая коронавирусная инфекция еще недостаточно полноизучена, но уже сейчас есть данные, что она вызывает достаточно большое количество осложнений на систему органов организма. Соответственно, как и любой, болезнь мало вылечить, надо еще все-таки реабилитировать человека, вернуть его к нормальной жизни. Вместе с тем, пандемия мешает восстанавливать силы и здоровье пациентов, перенесших болезни, не связанные с ковидом. Многие медицинские учреждения были перепрофилированы под ковидные центры. Так, Республиканский госпиталь ветеранов только с сентября этого года перешел на плановый режим работы. И до недавнего времени основные пациенты госпиталя были лишены возможности поправить свое здоровье. Это ветераны боевых действий, в первую очередь. Естественно, дети войны, они переписаны тоже к этому труженике тыла и чернобыльцы. Поэтому, естественно, контингент такой, который имеет уже хронические заболевания по возрасту, как дети войны. И ветераны боевых действий имеют посттравматические последствия от участия в боевых действиях. Поэтому наша задача восстановить утраченные функции. Из-за пандемии не могут пройти реабилитацию и пациенты, перенесшие инсульт. Например, в Сыктывкаре подобные отделения тоже отданы под больных ковидом. Ближайший аналогичный центр, занимающийся восстановлением здоровья после сосудистых заболеваний, находится в Печоре.